Переход у остановки таможня вызвал больше всего нареканий у горожан. По их словам, стены исписаны граффити, на окнах толстый слой грязи. Переход выглядит неухоженно. К тому же не всегда мама с коляской может здесь пройти. Тяжелый груз приходится нести на себе. Не у всех коляс колеса проходят по пандусу. Колеса, они в эти пазы не входят. И как бы приходится мне тащить. Хорошо мужчина помог. Ну, знаете, есть еще коляска, а у них просто колеса, они пошире. А у них все равно есть такие коляски, которые не входят в эти пазы. Однако стоит отметить, что в пятницу 14 февраля переход у остановки таможня начали приводить в порядок. Красить стены и чистить со ступенек снег. По словам рязанцев, не хватает здесь больше всего противоскользящих дорожек. Мне он не нравится. А чем? Раньше я жила, а здесь очень скользко. Очень удобно. Всегда пользуюсь. И спасибо. Только иногда вот ремонт, что почище надо. Не скользко ли? Вот мы сейчас идем. Скользко. С коляской, наверное, будет не особо удобно. Состояние, конечно, очень плачевное. Вот разрисованные стены, древые окна. То есть хотелось бы, конечно, ну, получше состояние. Так вот недавно мы же были новогодняя столица России. И, конечно, вот состояние города в каких-то местах оставляет желать лучшего. Наша съемочная группа побывала и у перехода на московском шоссе, у центрального автовокзала. Здесь ситуация оказалась такой. Еще бы тюбинг, это было бы прекрасное место для отдыха мам с детьми и туристов. Нередко горожане жаловались на то, что лифты в переходе у центрального вокзала не работают. Однако в день нашего рейда все было исправно. Поэтому вопросы возникли лишь к скользкому покрытию пандусов. Достаточно хорошо здесь оборудованы пандусы? Ну, есть, слава богу, что хоть что-то есть. А уж достаточно не могу. Я не вижу столько, много людей, чтобы ходили у нас больные. А достаточно, я считаю. Не предусмотрено ничего ни для колясок, даже для деток неудобно. Мы упали в прошлый раз здесь. Здесь вообще невозможно. Здесь каток. Здесь каток. Здесь невозможно не подняться. Здесь даже спуститься, наверное, невозможно. Даже нам, здоровым людям, только убиться можно. Переход у торгового центра «Премьер», к сожалению, не оборудован пандусами. Зато здесь есть эскалаторы. Правда, включают их при температуре плюс 4 градуса. В противном случае, как говорят в организации, могут возникнуть серьезные проблемы – поломка оборудования. Для людей с ограниченными возможностями есть специальный аппарат для подъема инвалидов на аккумуляторных батареях. Его называют луноход. Однако для мам с колясками и пенсионеров с палками он не предусмотрен. Хотелось бы, чтобы чище было и комфортно. Люди пожилые ходят. Нет, вот этот эскалатор не работает. Так, конечно, тепло, уютно, но не очень чисто. Не мешало бы, чтобы работали подъемники. Тяжело ходить. Зима, тем более, скользкая. А так поднялся, а стучится оно полегче. Горожане надеются, что на все проблемы, которые имеют надземные переходы, ответственные организации обратят внимание и примут нужные меры. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!